В первом периоде баскетболисты из 15-й школы раз за разом закидывали мяч в корзину соперникам из 17-й школы. Пробежки, штрафные, падения. Эта школьная баскетбольная лига среди вторых классов была полна яркими моментами. Как только началась игра, я видела, вы тоже не сдерживались и прям что-то кричали. Ну так, во-первых, играет своя команда, переживаешь, волнуешься, немножко игра не идет, но я думаю, что все равно дети соберутся и игра пойдет. Напомним, школьная баскетбольная лига проходит в рамках проекта компании «Уралкалий» по развитию баскетбола в Соликамске и Березниках. Уникальность ее состоит в том, что игроками являются учащиеся младших классов. Ежегодно ученики со 2-го по 4-й класс узнают, кто из них лучший в баскетболе сначала в своих городах, а затем команды 3-х и 4-х классов, которые обыграли своих, встречаются с соперниками из Березняков. Пришло время и ученикам 2-х классов себя проявить. Второклассники хоть маленькие, но удаленькие. Получая советы во время игры от своих наставников, во втором периоде у баскетболистов открылось второе дыхание. Не сдерживали на игре свои эмоции и родители. Вячеслав Пономарев пришел поддержать сына, ученика 15-й школы. Он верил в победу команды, и ребята выиграли у 17-й школы со счетом 25-23. Она была очень эмоциональная игра. Вы сами, наверное, все видели, что счет доказывает. Плюс 2 очка выиграли у 17-й школы. Я думаю, что это был сильный накал. Было желание во время игры встать, ребятам сказать, что же вы делаете? Да, конечно. Я постоянно это делал. Я хлопал, поддерживал свою команду, 15-ю школу своего сына. Вячеслав признается, он и сам долгое время играл в баскетбол и эту игру оценивал как профессионал, а не просто папа. Его оценка – хорошо, но есть к чему стремиться. Своё мнение по поводу игры нам высказали и сами игроки 15-й и 17-й школ. Как оцениваешь сегодняшнюю игру? Очень хорошо. Ребята все вокруг очень сильные, мне очень понравилось. Ты капитан команды. Ты своим ребятам наставления какие-то давал сегодня? Да. Что говори? Я говорила, отсекайте и крыла, чтобы было больше места в зоне, чтобы можно было свободно проходить и забивать. Как оцениваешь сегодняшнюю игру? Я оцениваю её очень хорошо. Хорошо? А может вам что-то не хватило, чтобы последний мяч забить? Да, нам не хватило ловкости и прогибать. Работа над ошибками обязательно пройдёт, и все слабые стороны ребята подтянут. Стоит отметить, что ученики 15-й школы и с первой гимназии играли, обыграв их со счётом 29-0. Игры проходили и в школе номер 9. Там победу одержали хозяева территории. Поздравляем победителей! Школьная баскетбольная лига продолжается, и совсем скоро мы узнаем, в каком городе живёт лучшая баскетбольная команда среди третьих и четвёртых классов. Финал совсем рядом.